Друзья, всем привет! Это вы пожаловаете на канал Напар. Я думаю, хотя бы раз в жизни каждый школьник мечтал, чтобы за него сделали домашнее задание. Но Даня сегодня не могу сказать повезло, потому что домашнее задание за него будем делать мы с Алиной. Сейчас Даня учится в восьмом классе. Я решила за него сделать русский язык и химию. Я постарался взять то, что понимал, поскольку Алина запретила брать физкультуру и какую-нибудь информатику. Хотя информатику было бы интересно. Я взял английский и алгебру. Все так же за восьмой класс. Чтобы вы понимали, мы с Максимом закончили школу 9 лет назад. Очень многие знания уже подзабылись. Начнем с того, что, например, по химии, они настолько узконаправлены, что жизни никак нигде не пригодились. Поэтому я очень сомневаюсь, что это правильное решу. Но, по крайней мере, мы будем стараться. И я думаю, этот ролик наглядный пример того, что происходит со знаниями через 10 лет. Я в школе была отличницей. Напоминаю, у меня медаль есть. И у меня есть невероятно крутое предложение. Я вот прям только что додумался до этого. Если вы наберете 20 тысяч лайков, мы возьмем и пройдем тест ЕГЭ Салин. ЕГЭ! ЕГЭ, ты что смеешься? Мне кажется, мы простую школьную программу не можем пройти, а ЕГЭ уж точно мы не решим. Я уверен, что некоторых сейчас передернуло. Кто-то недавно с это закончил. Кому-то еще предстоит. А мы это проходили так давно. Я не помню, как я сдал вообще, но я сдал. И попробуем еще раз. Но если вы все-таки наставите лайк, тогда напишите еще в комментариях, по какому предмету нам решить ЕГЭ. По какому предмету Максим? Ну, он же решить, по какому я. Вы знаете, по каким предметам вообще сдается ЕГЭ. По ОБЖ и ФИЗРе там нет, если что. Ну что, мы начинаем с химии. Вот такая рабочая тетрадь. Здесь у Дани есть пару тестов, которые он не делал, потому что он болел. Я вот нашла для себя тест первоначальные химические понятия. Я думаю, с этого надо начинать, но я уже открывала и поняла, что я вообще ничего не помню. Так что минутка позора начинается. И, ребят, прежде чем писать в комментариях о том, что мы вообще тупые и ничего не знаем, помните все-таки, что мы давно закончили школу. Так, первый вариант. Кстати, это самое ужасное, когда в школе самостоятельная или контрольная, и раздают два варианта, и тебе попадается вариант очень сложный, а у соседа очень легкий. И тебе кажется, о нет, почему так жизнь несправедлива? Так, это я просто оттягивала момент решения домашки. Химическое явление это. Все в голове вот так. Ладно, я знаю, это горение каменного угля. Я что-то тупая, что ли? Признаком химической реакции может быть. А вот здесь несколько вариантов ответов. Может быть. Я думаю, наверное, это изменение цвета и изменение агрегатного состояния. Чистое вещество. Это изи, это дистиллированная вода. Если это окажется не так, то будет очень обидно, потому что в этом ответе я уверена. Однородная гомогенная смесь. Начало хорошее это. Это раствор поваренной соли. Но это не точно, опять-таки. Так, разделить смесь древесных и железных опилок можно. О, этот опыт проходили в школе, я помню. Это точно с помощью магнита. Мы их вот так растягивали, и еще потом железные опилки складывались в прикольные рисуночки. Это воспоминания школ у меня у меня такие остались. Они, что это такое? К физическим свойствам алюминия относят химические свойства и есть физические свойства. Это типа я умничаю. Я думаю, это четыре. Простое вещество образовано. Но я думаю, атомами одного и того же химического элемента, это же простое вещество. Так, восемь. К сложным веществам относят водород, кислород, коксид меди, медь. Но самым умным здесь кажется оксид меди. Но вообще в тестах в школе так обычно ты решаешь, просто как тебе кажется на слух. Немолекулярное строение имеет вещество. Я думаю, это вода. Символ химического элемента азота. Ну, хотя бы здесь я точно уверена, что азот обозначается буковкой Н. Это просто точно. Поражение три атома кислорода отражает запись. Это О3, наверное. Но это опять-таки не точно. Относительная атомная масса кислорода. Вот это, кстати, я помню. Это 16. Дальше усложняется. Просто суть в том, что обычные школьники перед этим еще слушают урок и читают параграф. Я ничего из этого не делала. И чтобы вы понимали, в конце мы, конечно же, сверим с ответами и проверим наши знания. Поэтому результаты вы узнаете, конечно. Коэффициентом... Что? Я не знаю. Дальше я уже не могу просто прочитать даже задание. Неужто его решить? Я думаю, это будет такой ответ. Но дальше уже точно наугад, потому что уже очень сложные какие-то пошли обозначения. Кстати, в школе я очень хорошо знала о химии. У меня была пятерка. Чуть-чуть меня всегда хвалила. Я решала химию всему классу. Но это было так давно. Валетность серы в сероводороде H2S равна. Ну, вы сами понимаете, что я не знаю, чего она равна. Можно от себя добавлю? Все, что она сейчас говорит на каком-то эльфийском языке, я не понимаю вообще. Ты еще в школе не понимал? Я не ходил. Мы там... У нас был один эксперимент. Не знаю, можно ли говорить это на Ютьюбе, но нас пацаны в кока-колу виски наливали. Да, химическая реакция в деле. Там нас у нее ментас не кидали. Мне кажется, это самая типичная химическая реакция везде. На Ютьюбе, в Инстаграме, в ТикТоке. Дальше, серьезно, ребят, мне кажется, вообще нет смысла слышать эти последние задания опять, потому что здесь просто как будто китайское всегда писано уже для меня. Я просто рандомно расставлю, потому что я правда не помню. С чем ты там не можешь справиться? У меня интуиция топовая. Давай, массовая доля кальция в оксиде кальция равна. Ну, смотри, не первая. Почему? Потому что, ну, у меня есть своя логика, когда я решаю тесты с вариантами ответа. Скорее всего, это либо 29, либо 50. Давай 29, потому что двойки мне давно не было. Да, такая же логика. Кстати, еще когда решаешь тесты, и подряд у тебя три тройки, тебе кажется, нет, четвертой тройки уж точно не может быть. Ты что, подряд сколько троек? Это нереально. Но у меня же было много подряд троек по-русскому. Я решила. Ну, я не знаю, правильно ли я решила. Короче, это было очень сложно и грустно. С английского или алгебра? С английского... Давайте с легкого. Давайте стреляем английский. И я посмотрел задания. В целом, они не очень сложные, потому что я учился в англоспетализированной школе. Но хороший учебник. Не знаю. Выглядит неплохо. Конечно, Даня явно его в чехле не носил. Нас заставляли. Все эти ученики в комментариях заставляли его с чехла носить. Мы потому что книги потом перепродавали. Мы жили в суровое время. А Даня, думаю, книги не продает эти. У нас ученики стоили полторы тысячи на эти деньги. Это было офигеть. Мы их потом продавали и жили на эти деньги. Лихие девяностые. Давайте возьмем какой-нибудь текст и вставим слова. Можно здесь несколько даже с Даней пройти, потому что они простые. Начнем с самого большого. Давайте. Мой мозг сейчас тупит, но я не помню такое слово. Короче, заполните пробелы словами, которые представлены в скобочках. Давайте я прямо здесь напишу. Team of researchers это типа поисковая команда. По-моему. Вообще говорят research team. Не знаю, сложно вот уже в такой момент. Laundry will become a thing of the past as this innovation. Инновация. У нас даже такое слово уже есть сейчас. This compound has the ability to remove dirt when exposed to sunlight. This means that the wearer could go for a... Oh my god. Интересно. Но в самом деле интересно такое представлять свое предложение. Проще говорить, чем читать что-то чужое. Stroll in the sea, not clean the closest. Это что-то сложное, потому что это что-то с чисткой одежды. Ну, допустим. Go for a... Я не знаю, что такое слово stroll. Но это явно про уборку. Мне кажется, оно прямо в инфинитиве ставится. Но, скорее всего, нет. Я теперь уже не уверен, что я хорошо знаю английский. Я напишу прямо в инфинитиве. Но это, скорее всего, неправильно. What more, the coating is not only good for strain removal. Удаление. No longer will you have to worry about embarrassing. Постыдный. Примерно как этот ролик для меня. А еще у меня очень плохой почерк. Так что вы ничего не разберете, но мы честно скажем правильно. Написал о людях. And if the item is heavily... Ну, типа тяжелый. Очень сильно. Я не помню, как в окончании пишется. Heavy. Ластик. So what are the advantages? Что? Так это... Подождите. Опять в инфинитиве. Подождите. If you're using emotions... So what are the... Опять в инфинитиве. Я даже писать не буду, потому что на ходу оно так и есть. Я прям подчеркнул, что вот так и надо. Интересная тема вообще для текста. Вот я случайно выбрал. А тут про то, как очищают одежду новые инновации в этой сфере. То, как это может химия влиять. Восьмой класс. Suggested that the substance is not environment friendly. Environment friendly. В общем, у меня опять ощущение, что инфинитив. Надеюсь, они могут быть в инфинитиве в таких заданиях. Не знаю. Либо environment, либо environmentally. Давайте в инфинитиве оставим. Плевать. Очень тяжелая именно тема. The manufacturer and product are confident. Уверены. Я думаю, с английским на этом можно заканчивать. Я думаю, я сделал даже ошибки здесь. Но сложная тема. Клево. Мне понравилось. Надо... К чему учебнику, Даня? Ладно. Лучше не знать, наверное. Теперь русский. Я не хочу больше делать уроки. Спешите, расставляя пропущенные запятые. Подчеркните однородные члены, как члены предложения. И грамотно-тактические основы сложносочиненных предложений с союзом И. Составьте схемы сложносочиненных предложений и предложений с однородными членами и союзом И. Обозначьте слово, с которым связаны однородные члены. Я уже устала читать. Так, кстати, конечно же, не буду, потому что будет очень долго. Мы сделаем сейчас все учебники по красоте. Так, первое предложение. Однажды я ловил рыбу на небольшом озере с высокими, крутыми берегами, заросшим цепл... Но ежевикой, небольшом, слитно. Озеро обступили, поэтому на нем всегда было безветренно. Ой, я ненавижу это одна буква или две буквы Н. Это было все очень сложно. Мне нравится, что в слове солнце они пропустили букву Л и спрашивают, какая буква должна быть. Даже не знаю. Вот, кстати, как писаете с мягким знаком или без мягкого знака, я точно выучила. Просто задавайте этому слову вопрос. Что делать, что сделать? Солнце садится. Что делает? Без мягкого знака. Травы и маяками горят, горят, гор-гор, такое я помню. Сигнальное слово сигнал, огни на берегу Оки. Дуют. Или не дуют. Дуют, дуют. Однажды почти все лето я занимался сбором трав и цветов. И заносил все в свои записи. Так, теперь подчеркните однородные члены, как члены предложений и грамматические основы сложносочненных предложений. Я что делал? Ловил. Ловил что? Рыбу. Кого что? Дополнение. Обступили. Кто? Липы и осарки. Что сделали? Обступили. В общем, в двух словах я сделала, сложный совсем разбор и не буду делать, потому что если я очень много всего начерчу здесь, то будет вообще ничего не понятно. Вообще-то, это упражнение не очень сложно, потому что, в принципе, здесь не очень сложные слова, и мне кажется, я правильно везде все вставила и расставила. Вот русский язык, мне кажется, я бы смогла точно сделать хорошо. С химией, конечно, мне кажется, посложнее было бы. А вам тоже страшно, да? Мне страшно. Выберем какие-нибудь три спонтанных задания. Давай один. Представьте в виде дроби выражения. Так. Когда умножение, можно сокращать по диагональке. Блин, мой мозг сейчас завис. Короче, если умножение, по сути, это уже одна дробь, которую можно просто сокращать. Все. Я умный. Но это не точно. Значит, давайте мы прям будем много расписывать. М4, М5. Почерк мой ваш, все равно не поймете, поэтому не парьтесь. Здесь у нас М10 на 3, М8. Теперь мы сокращаем М5 и М10, получается, М2. М4 и М8, получается, так, 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 во второй, по-моему. И у нас, а-ля, сверху единицы, снизу. М2, что такое должно быть? Да! Тут такое есть. А. Я хорош. Я сам в шоке, честно говоря. Что-то я так хорошо знал алгебру за восьмой класс, но я сейчас уже это не помню. Не знаю, мне ни разу это в жизни не пригодилось. Алин, скажи число от 1 до 10. 7. Выполните возведение в степень. И тут еще в скобках отрицательное. Так, сейчас мы вспомним, пацаны. Меня минус единственное смущает. Если бы... Хотя, подождите, стоп. Че я туплю? Я туплю? Не, нормально все. 2 в четвертой степени. Давайте как старые добрые. 4, 8, 16. А степени перемножаются. Они не возводятся, они перемножаются, если я не ошибаюсь. Я не уверен, пипец. Восьмой. Внизу мы что получаем? Б в двенадцатый, наверное. Впереди минус, так и осталось. А минус, подождите, а минус, если за скобкой оно становится плюсовой или нет? Хотя, стоп, конечно, уничтожаю. Я тупой, плюс, все. Вариант ответа. Все четко. Че я туплю? Давай еще одно число, любое. 9. 9. Хорошо, здесь 8, другая страница. Йоу. В каком числу при всех допустимых значениях ара? Так, вот это сложно. Знаете, если смотрит мой друг, он заканчивал мехмат. Он, наверное, это еще помнит. Если и он не помнит, то я не удивлюсь тоже этому. Я вот это вообще не помню. При всех допустимых значениях а. Это как? Давайте просто попробуем что-нибудь подставить. Хорошо. Если я подставлю гипотетически единичку, да? Потому что все допустимые значения. Единичка самая легкая всегда. Мы получаем 30. На что я подписался? А эти... Могу сейчас играть во что-то сидеть. Теперь я вспомнил это дурацкое ощущение, когда ты не хочешь решать. На самом деле сейчас это интереснее, чем в детстве. Но я прям вспомнил то ощущение. Даня! Я все-таки правильно понял. Мне пришлось убедиться с помощью Дани. Он мне помог. Хотя мы должны были за него делать. Значит, получается общий минус. 20. 14-ых. Твою дивизию. Что-то не то. Но оно отрицательное. Я не уверен. Но я попробую ответить В. Ну, я не дошел до туда. Я честно скажу. Мне кажется, что он точно отрицательный. Это единственное. И вариант В. Надо проверить. Я готов. Ну, типа... Но в первом духе я уверен. Я красавец. Я два сделал. Ну, я очень устал. Надеюсь, после этого меня не выгонят из школы. Ладно, спасибо вам. Плохие новости. Даню очислили. Ладно, если серьезно, мы потом взяли ГДЗ, проверили все задания и получили следующие результаты. И они местами плачевные, местами хорошие. Химия из 21 задания тестового. Алина сделала 4 ошибки. Но это плюс-минус 4. Ну, 4 с минусом. У нас бы так оценили, не знаю, как у вас. Дальше английский. И вот здесь, я надеюсь, моя мама не смотрит это видео. Я сделал 4 ошибки. Я бы себе поставил 3, не больше. Ну, типа, с инфинитивами я вообще облажался. Ну, что поделать. Дальше наша любимая украиночка, Алиночка, сделала по-русскому 0 ошибочек. И поэтому ей летит 5. Но она поленилась там немножко поподчеркивать. Ну, в целом она знает. Поэтому поставлю ей 5 с минусом. Я сегодня учитель. Конец-то. Ну и последняя математика. Я сделал всего 3 задания. Но потому что они занимали времени больше, чем весь тест по химии. И сделал ошибку в самом легком. И 2 сложных решил. Поэтому, наверное, это тоже 4 с минусом. Где-то так. Но вообще, конечно, лучше бы Даня сам сделал эти задания. Потому что он по-любому сделал меньше ошибок, чем мы. Ну, куда уже больше. Мы это все забыли. Ну и так же, если вы воспользуетесь этим промокодом, вы получите приятный бонус при регистрации. Друзья, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Мы старались. Если вы все-таки хотите увидеть в нашем исполнении ЕГЭ, то 20 тысяч лайков. И мы будем максимум дальше мучиться. Ну, а вы не забывайте подписываться на канал. И оставайтесь с нами на пару веселей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok